В качестве техники по ремонту распылением надо ознакомиться со знанием нанесения густотертого лака автомашины при ремонте автомашины. Технологии нанесения густотертого лака относятся ниже следующие процессы. Обработка фосфоризации. Второе. Нанесение покрытия электрофоризом. Третье. Технологии нанесения нижнего слоя и уплотнения. Четвертое. Технологии нанесения промежуточного слоя. Пятое. Нанесение поверхностного лака распылением. Шестое. Обработка шлифовки. Ниже приведены основные знания по каждому процессу. На металлической пластинке образуется пленка фосфорно-кислого цинка. Образованная пленка фосфорно-кислого цинка состоит из тонких кристаллов с высокой плотностью. Данная конструкция вызывает увеличение антикоррозийной состояния тела и силы сцепления покрытий. Очистить тело полностью. Погрузить общее тело в бассейн в фосфористой грунтовке с целью обеспечения равномерного соприкосновения тела с химическим реагентом и образованием равномерного покрытия. Погрузить тело в раствор с электрофореза с зарядом. Подать электрический ток на тело. Заряженные гранулы кроющего материала осаждаются на активной поверхности тела. Заряд нейтрализуется после абсорбции кроющего материала телом автомашины. Кроющий материал кондессируется и осаждается. Имеется два вида нанесения покрытий электрофорезом, а именно анодный электрофорез и катодный электрофорез. На производительной линии нанесения используются нанесения грунтовки катодным электрофорезом. Тело подлежит дальнейшему нанесению грунтовки и уплотнению после выполнения нанесения покрытий электрофорезом. Такой процесс выполняется для улучшения прочности тела к песочному удару, антикоррозийной способности, предотвращения входа воды в тело, изоляции шумов и вибраций. Это процесс нанесения промежуточной грунтовки. Нанесение промежуточной грунтовки имеет три вида роли. Первое. Увеличение силы сцепления между лаком автофореза и поверхностью лаком. Второе. Обеспечение поверхности гладкой и закрытия поверхности. Третье. Выполнение подготовки для нанесения поверхностного лака. Значение. Яркости промежуточной грунтовки тела в зависимости от цвета тела с целью достижения сокращения объема закрытия лака. Нанесение поверхностным лаком распылением проводится методом статистического распыления, чей принцип равен принципу туманного распыления с использованием распылителя. Подключить статистическое электрическое поле между иголкой сопла и нанесением предмета статистическое электричество и давление воздуха позволяет прилипанию распыленных гранул в автомашины, подлежащей нанесению. Данный способ оценивается эффективнее, чем воздушное распыление. Проводится процесс шлифовки тела автомашины после выполнения нанесения поверхностным лаком. Сначала проверить знаки поверхностных дефектов, покрытия, шлифовать части дефектов с использованием полировочного блока и истирателя, после чего проводить работу шлифовки. Общий процесс нанесения тела автомашины оценивается законченным после выполнения шлифовки и тела автомашины подается в цех для генеральной сборки. Надеемся, что вы ознакомились с процессами нанесения лака на автомашину, а также знали различия между нанесением лака и ремонтом нанесения автомашины. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова